Совет депутатов Ленинского городского округа провел очередное заседание. Главными на повестке дня были вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет поселений округа. Необходимость внесения поправок в бюджеты поселений продиктована тем, что эти финансовые документы были приняты в период, когда Ленинский район не имел статус городского округа. Именно на эти нюансы в своей пояснительной речи обратила внимание докладчик по вопросу. Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк. Теперь, когда у нас с вами уже сформирован городской округ, и 172 закон Московской области от 19 июля 2019 года говорит о том, что в городском округе остаются у нас бюджеты поселений, единого бюджета на 2020 год у нас нет, но вопросы, которые необходимо решать в городском округе, решаются с учетом именно тех бюджетов, которые есть. Таким образом, теперь появилась возможность направить дополнительные средства на решение различных вопросов, касающихся жизнедеятельности поселений. В частности, это касается проектов развития дорожной сети, устройства уличного освещения и комплексного благоустройства территорий, решения социальных задач. Предлагается увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 46 млн 962 тыс. рублей. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 11 млн 829,9 тыс. рублей. Предлагается увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 45 миллионов 358,1 тысячи рублей. Все поправки предварительно были рассмотрены на заседании бюджетной комиссии, о чем собравшимся доложил ее председатель Артур Григорян. Депутаты Ленинского городского округа большинством голосов приняли представленные изменения в бюджетах поселений.